МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один камерный, то есть первый ответ – это придите и посмотрите. А второй чуть-чуть подробнее. А второй – это фактически о переходе из серо-белой зимы в весну. Это в том, как преображают, то есть эльфы, там основные персонажи эльфы, как они своими красками, то есть они своими красивыми действиями превращают в красивую весну. То есть, в принципе, эльфы за работу еще пока не взялись, но уже вот-вот. Ну, они сейчас учатся, они обучаются. Хочется, чтобы поскорее уже. Они тренируются. Ну, после их прихода, надеемся, что весна придет. Это у нас такая поздняя, поздняя весна получается. Сюжет как бы очень интересный, он очень актуальный. Это там конфликт между природой и вот этими эльфами, да? Конфликт между природой и людьми. Очень актуальная тема. И у них там они бунтуют, то есть эльфы бунтуют, и природа бунтует, и музыкальные инструменты бунтуют, да? Нотки бунтуют, все бунтуют. Все бунтуют. Да. А детям какого возраста придется по душе этот спектакль? Ну, я себя тоже иногда считаю ребенком по душе, поэтому надеюсь, я уверен, что родителям понравится, бабушкам, дедушкам понравится. Это и детям, и я уверен, что и тем, то и молодежи, которые 15, 16, 14 лет, то есть им тоже понравится. А вообще, а сколько детей в этом спектакле задействовано? О, там много коррективов. Я знаю, цифру где-то около 400. То есть это не так умно. У нас в центре около 4000 детей, но в этом спектакле около 400. То есть вы считаете, что это еще мало? Да, это мало. У нас были случаи, когда было 2000 детей, 2500 детей. Скажите, а кто занимается постановкой этого спектакля и как долго работали над ним? Это фактически работа в коллективе, в группе. Это режиссерская команда. Оксана, она музыкальный руководитель, но она в то же время тоже участвует в этой режиссерской команде. Там много сюрпризов. Там, естественно, конечно, у нас есть несколько режиссеров. У нас есть лидер, она была у нас на передаче, Оксана Супостат. И, то есть коллеги, все наши коллеги, потому что инициатива пришла от колен. То есть коллеги сказали, давайте сделаем концерт, давайте придумаем такое событие. И вот и получился этот спектакль. Кстати, а вот в рамках спектакля задействованы только те дети, которые регулярно посещают центр для детей Арктика? Это всего лишь малая часть всех детей. 10%? Да, где-то 10%. Скажите, а на спектакль вы приглашаете только тех, кто занимается в центре или абсолютно всех желающих? Как зрители? Как зрители, да, как зрители всех желающих приглашаем. На сам спектакль, конечно, те, потому что они же как минимум с сентября месяца, они в кружках, они занимаются. И для того, чтобы они проявили себя, чтобы увидели зрителей, то есть вот мы и поэтому и готовимся к этому спектаклю. Мы знаем, что на спектакле у вас будут специальные гости. Да. Расскажите о них, кто это. Да, у нас, и они даже будут в специальных ролях, то есть всем известный Иоанн Радзе, Дойница Герман, но они не будут только петь, они еще будут, у них будут роли по ходу действия спектакля. Роль персонажа. Да, они будут персонажи. Тоже эльфы, да. А как они восприняли эту идею, когда им предложили поучаствовать в качестве актеров? Для них это что-то новое, для них это что-то новое. И они, конечно, да, с ажиотаж. Я вижу, они в 8 часов, в 9 часов вечера, они приходят к нам на репетиции. Да, да, да. Кстати, вот артисты «Люди занятые», они посещали все репетиции? Ну, я не проверял расписание. Да, я была на всех репетициях, да, конечно, и на студии, репетиции, генеральные, да, да. Еще у нас есть коллектив с Украины, «Фламинго», у нас там будет около 20 детей и молодежи, они тоже будут участвовать в нашем концерте, поэтому мы постоянно какие-то обмены осуществляем. Вот сейчас весной, как правило, у детей появляются контрольные, какие-то экзамены. Как вы считаете, занятия, дополнительные хобби, они отвлекают от учебы или, наоборот, как-то помогают? Знаете, чем мы отличаемся вообще от школ? Мы отличаемся тем, что они приходят к нам по собственной инициативе. Мы смело можем закинуть сейчас в удочку и сказать, что к нам можно присмотреться, как к школе будущего, потому что в школу будущего дети должны приходить по своей инициативе. Вот к нам они приходят по своей инициативе. Чтобы все предметы были любимыми. А сколько всевозможных вариантов для хобби можно найти у вас в центре? Чем детишки занимаются? Кроме кружков, кружки есть артистического направления, кружки есть спортивного направления, кружки есть различные технологии, то есть это IT-технологии. И кружки есть волонтерские, у нас есть волонтерские команды для молодежи, у нас есть национальный совет, совет учеников Республики Молдова. То есть у нас есть очень много разноплановых действий, у нас есть экономическое воспитание, лидершип, то есть мы готовим и лидер, будущих политиков готовим, чтобы они сделали конкуренцию, чтобы нынешние политики уже не составляли конкуренцию. Да, да, да. Скажите, а есть ли какие-то занятия при центре Артика, которые подошли бы, ну скажем, уже взрослым деткам 14-15 лет? Ну, это в первую очередь волонтер, у нас очень много волонтеров, но у нас есть фактически кружки, вот наши кружки по сроку обучения и интереса к нашим кружкам, они могут переплюнуть даже тех, которые живут по срокам в Молдове. То есть у нас есть дети, которые по 7-8 лет у нас занимаются, поэтому если он приходит 8 лет, уже посчитайте, плюс 8 лет, это 16-18 лет. Вот столько времени, сколько он в школе, в университете, они к нам приходят. Единственное, что программы разные, для детей, конечно, не проще программы, для старших это часто, это хип-хоп, им очень нравится хип-хоп, это вокал им очень нравится, это рисование им нравится, скульптура им нравится, то есть очень много интересного. У меня есть дети, уже четвертый год. Которые занимаются 4 года подряд. Да, они же 4 года, да, с первого года. Мы поняли, что в эту субботу у вас будет спектакль «Линия Макауда», в принципе, не за горами, апрель. Что вы запланировали на апрель? Какие мероприятия ожидают детишек? У нас 14 лет делов, я попросил только сегодня, дайте мне, посмотрите, в вашу программу только у одного дела 12 событий, поэтому каждый день что-то происходит. Из таких более оперативных, что сейчас приходит в голову, то это, конечно, спортивный у нас по шах соревнования, по боксу, по кунг-фу, это все тоже у нас, это спортивные, артистические. Вот волонтеры у нас, у них будет 10 апреля, программа очень интересная такая, то есть совершаю, я перевожу, классные поступки, дечи зива фапти ларбуни, если это на русском, а на русском я перевожу более такой доступный язык, то есть день классных поступков. На языке молодежи. Да, на языке молодежи, это день классных поступков. Какие обычно поступки совершаются вот в рамках этого дня? Что это? Ну мы сейчас, то есть нам, мы только сегодня, они сами пришли с института, и вот после вашей передачи я иду с ними встретиться. Они будут думать, что такого классного делать. Они будут думать, что у них около 20 проектов, понимаете? Да, я их еще не знаю, что я сам жду, увидите. Оксана, мы хотим раскрыть нашим телезрителям секрет о том, что в нашей студии скоро состоится выступление вашего коллектива. Расскажите, что это за девочки, что это за постановка, которую наш телезритель совсем скоро увидит. Да, ну это постановка для театрализованного концерта, да, 26-го завтра. Ну этот номер мы поставили вместе с режиссером, постановщиком, главным Оксаной Супостат, да. И идея из спектакля, из замысла режиссера, да, замысла спектакля, это инструменты музыкальные, которые бунтуют, да, которые не играют, которые не хотят играть, потому что природа... Сопротивляется приходу весны. Да, 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 сопротивляется, да, и вот этот бунт сейчас здесь будет, очень интересный. Мы работали вместе с режиссером, да, мы писали текст специально для этого спектакля и для этого номера. Я хочу добавить только, вот дети сейчас готовятся, вы, молодежь, готовятся к спектаклю. Знаете, что я обнаружил такое новое для меня и самое свежее? Это с какой ответственностью они подходят. То есть у них занятия, к примеру, понедельник, среда, пятница, так они, а можно мы придем понедельник, вторник, среда, четверг, то есть у них такая ответственность к тому, чтобы выступить. Такой энтузиазм. Я уверен, что это будут личности в будущем, я уверен, что они никогда не подходят лишь бы к своей будущей профессии, к своей будущей жизни. Ну что ж, мы хотим вам сказать огромное спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Нашим телезрителям прямо сейчас предложим астрологический прогноз и совсем скоро вернемся. Музыка влияет на настроение и поведение человека. Так давайте проверим это на практике. Музыкальный театр Акадели в нашей программе. 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 Нет, а мы спросим. Или, что мы делаем? НУ АИ! ТАЧ! ТАЧ! НУ ТЕ ФОРФОТИТ! СА-НЦЕРКАМ СА ПОТОЛИМ НОИ ФОКУЛ ТУЛБУРАРЕА КАРЕА ЗАБОВИТ! ХАЙ! ЛАСАТЬ! КА МАМ ИСТОВИТ! СИ ТОТУР ПАРЕ А ФИ УН ЖОК НЕ ПАТ! СИ ПАРЕ КА НОИ НЕ АМ СМИТИТ! ЧЕ КАТЬ! ЧЕ КАТЬ! СА ПОРНИМ ПОТОЛИТ! ЧЕ КОМЕДИЕ ФАСТА И Е УН ЖОК! СИ ТОТУЛ АЕ УН БУН СПУЩИТ! ЧЕ КАТЬ! ЧЕ КАТЬ! СА НЕ ЛИНИСТИМ! ЧЕ КУМ СА НЕ ЛИНИСТИМ ДАКЪ ОРХЕСТРА НУ ЗУНА? ЧЕ КАТЬ! ЧЕ КАТЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok